Если предыдущий доклад, он был, короче, про хардкорное, про e-mail, у меня скорее, я очень много лет занимаюсь тем, что ускоряю вычисление внутри e-mail, в частности, мы сегодня в большей степени будем даже говорить про глубокое машинное обучение. Это некоторый дисклеймер. Сейчас я выключу телефон, чтобы он вас не отвлекал и меня. Так, ладно, дисклеймеры, мы какие-то нарассказывали, давайте попробуем представляться. Меня зовут Боргерт Александр Александрович, я много лет занимаюсь тем, что ускоряю машинное обучение, но не с точки зрения алгоритма, а с точки зрения, а как бы нам очередной алгоритм, который написали 15 программистов, e-mail инженеров, которые очень умные, но не знают, что есть векторные инструкции, сделать его раза в 10 быстрее. Вот как бы я таким развлекаюсь, последние сколько, 18, ну, год 4 или 5, я считаю, я вроде нормально, но арифметика за третий класс мне не дает, все еще. Вот интегралы проще, берешь. Так, немножко, что такое докстаксы, почему я этим занимаюсь? У меня в какой-то момент, я понял, что у меня решение простых, понятных задачек, или не очень понятных, не очень вставляет. А вот что мне нравится заниматься, это как раз-таки заниматься распределенкой, будь то распределенные вычисления, будь то распределенные базы, и я понял, что вот там есть светлое будущее, по крайней мере, для людей, которые не так глубоко знают математику, как вы. Потому что явно тут каждый сидящий раз в 10 лучше меня знает математику, которую нужно для того, чтобы что-то сделать полезное. Вот, и я понял, что я хочу, так сказать, узнать что-то новое, и распределенка для меня кажется это новым челленджем. И вот я как-то в нее, как последние 5 лет вхожу, почти уже вошел, там все как бы стало понятно. Raft, Paxos, вот это все. Дальше. Все, что я рассказываю, оно хуже или лучше будет выложено в опенсорсе тем или иным способом, потому что предыстория к предыстории. Ко мне пришел друг, и мы договорились, что я ему помогаю бесплатно и без смс, но то, что я делаю, оно будет выложено в опенсорс. Поэтому рано или подним я это довыкладываю в опенсорс. Ладно, давайте попробуем. Один раз я решил, что надо съездить в отпуск все-таки. Знаете как, раз в 10 лет говорят, чтобы выгорание не наступало. Мне тут рассказали модные пацаны, что выгорание все-таки происходит. Я пока не понял, есть оно у меня или нет, или было, но я на всякий случай сходил. Да, если что, мой доклад, он почти позитивный и без матана. Почти без матана, там есть три графика, если что. И вот где-то вечером меня подлавливает друг и говорит, Саша, у меня тут есть как бы такая проблемка интересного вида. Ну, очень интересная. И начинает долго упорно рассказывать, давайте я лучше выжимку, потому что он так эмоционально рассказывает свои переживания, боли. Это же не так интересно, а вот выжимка интересна. Есть три источника видеопотока. Когда я говорю видеопоток, на самом деле все равно, что это в конечном итоге будет. Будь то видеопоток, картинка или гифка, не важно. Самое важное, что на входе есть диск, видео или камера. Причем камера это очень плохой кейс, потому что камеры это больно, потому что у них качество низкое, все низкое, и там нейронки нужны другие. Но это вам специалист по нейронкам буду рассказывать, я просто знаю, что в этом месте очень болезненные нейронки запускают. Потому что им надо многослойные они, а если многослойные, то инференс даже на очень быстрые цепушные железки дорогой, а на гпушные там становится как бы дешевее, но с нюансами. Так вот, когда у нас есть некоторый стрим видео, мы берем, перекладываем его аккуратно на А, изображение, которое есть. Дальше у нас есть временные метки и есть набор метаинформации, которые связаны, если это, допустим, был видеопоток с кейсом, когда у вас есть, скажем, виртуальная витрина, на которой поставили специальные меточки, где сказано, что если человек слишком долго задерживать, то он, наверное, чипсики ворует. Это как бы я вам в финале рассказываю вариацию. А вне финале это просто виртуальные метки, где если кубик долго находился, мы как бы говорим, ну вот человек там долго находился, возможно, он вор. И вот таких штук в любом email pipeline у этого друга, который занимается заказной разработкой, это очень важный момент, потому что это будет понятно чуть позже, но уточню. Он не делает продукт, он для кого-то доделывает свой продукт, чтобы перепродавать, знаете, white label продукт. Так вот, мы взяли изображение, немножко с ним поигрались, разложили, переделали там RBG в ГБР, потом поменяли частотный диапазон, ну вот всякую магию. Переложили обязательно в нейроночку. Нейроночка нашла, ну, все объекты, которые есть, потом обязательно это переложили во вторую нейроночку, которая заклассифицирует. И если она смогла это классифицировать, ну, короче, там много слоев нейронок, я не крупный специалист, не буду вам убрать. Но самый важный момент, что там обязательно появляются каскады нейрона, которые жрут GPU. Они всегда появляются, потому что только на Highload доклад от компании был, который говорил, что они нейронки на CPU сделали, что она работает чуть ли не за 10, то ли за 700 наносекунд. И я так, о, на CPU, я прям, о, вот это круто. У всех остальных в Prode обязательно есть преймворк машинного обучения, с которым они живут. Есть много GPU, есть много процессов перекладки информации. У этого человека ничего, ну, в принципе, все то же самое. И есть последняя стадия, когда он аутпуты нейронки финальные, которые эмбеддер, перекладывает специальным образом, потому что они там придумали ноу-хау, как пожать эмбеддинги так, чтобы они жарили хотя бы процентов на 20 меньше. Это, к сожалению, требует дополнительно много CPU-тайма, ну, или GPU-тайма, в зависимости от того, как собрать код. И все перекладывается в базу. После чего, как только положили в священный подгресс, поэтому можно искать, благодаря некоторой черной магии, в принципе, нормально ищется, но про это не важно. Что важно, что самое ценное во всем этом ML-пайплайне, это как раз-таки N процессов перекладки информации и большое количество нейронок, которые могут меняться, переставляться. Это же White Label продукт, он должен быть многофункциональным. Вот. Соответственно, из чего у нас состоит весь продукт? Есть какое-то нехилое количество бизнес-логики. Но, к сожалению или к счастью, там очень много языков. В основном это Python, C++. Местами был нимый раз, но потом избавились. Обязательно под каждым уровнем бизнес-логики лежит какое-то количество ML-фреймворка. После чего, как бы, есть же input и output этого всего, они тоже есть. Самое главное, есть большое количество платформ, железа и архитектур, на котором вот этот ML-пайплайн работает. Да, он достаточно такой кастомизируемый. Но это все-таки некоторые кубики, с которыми надо играться. И вот если, допустим, на x86 и ARMY это легко запуститься, в принципе, берешь PyTorch, TensorFlow или еще что-то, у них уже почти есть готовые сборки под это все. Под куды, ну, это как бы легко. Вот кто знает, что такое ROG-M? Два человека. А кто знает, что такое AMD? Да. Вот если что, ROG-M, это как бы фреймворки, которые AMD. Пошла и честно, запатчила, чтобы половина машинного обучения на них работала. К сожалению, без этого набора патчей, оно в лучшем случае на OpenSeal хоть как-то заведется неплохо, но в среднем будет работать хуже. Потому что там есть, как обычно, нюансы, но я бы сказал, что ROG-M, они честно пошли, запатчили все популярные. И MaxNet, TensorFlow, PyTorch. Вроде все популярные вспомнил. Ну, может быть, еще что-то есть. А, нет, TensorRT не патчили, они, у них issue есть, которые закрыли, сказали, что это личная разработка NVIDIA, они делать не будут. Но безумцы есть. Дальше. У нас начинают, у этих же людей, как бы, так как у них white label продукт, у них начинаются проблемы. Есть iOS и Android. И ты думаешь, а как это туда запихивать? Туда запихивается больно, но возможно. Там есть пара способов через шейдеры, там есть немножко кейсов через OpenSeal, но это все равно хоть как-то туда затаскивается. Ну, про Metal я не говорю, но iOS и сам Бог велел на Metal написать. Оно сильно быстрее работает. И вот это все покрывается огромной кодовой базой на куче языков. Я вот пишу только Python и C++, но как бы там Rust, Nimi, вот это все как бы где-то бегает рядом. Просто если я этим буду загружать, то будет сложно. И вот этот весь pipeline, он болезненный. Я пошел и честно перед докладом заставил людей посчитать, сколько среднее время уходит на батч размером в 10. Батч размером в 10, это мы честно пошли, сделали срезы а-ля изображений, положили в батч и попросили посчитать. Вот, к сожалению, там время батча из 10 достигает почти секунду. Это как-то, это baseline, от которого мы будем сегодня отталкиваться. Это очень хороший показатель, потому что когда ты читаешь код, они понимают, что горбищ коллектор мешает, дайте мы вот в этом месте сделаем, выключим горбищ коллектор, потому что мы знаем правильнее. И вот там количество хаков на каждом языке велико. Программируют долго, больно, опасно. Поэтому есть как бы наборы проблем, которые они попросили меня им рассказать, показать, как устранить. Саппорт. Давайте попробуем немножко поиграть в игры. Как вы думаете, сколько людей саппортит без участия ML-инженеров, именно просто обычные программисты саппортят такой pipeline? Я буду называть цифры, в тот момент, когда вы со мной согласитесь, вы там хотя бы руку поднимите. Давайте начнем с числа, которые супернереалистичные, 5. Не согласны. Молодцы. 10. 20. Так, 20. 30. 50. Вот те, кто на 50, они правы. Проблема в том, как раз таки, в том, что там бесконечное количество платформ. Ну ладно, не бесконечное, у них есть конечное количество платформ. Но у них проблема. Им иногда просто, чтобы собрать прототип вот для нового заказчика на новом железе, на новой нестандартной конфигурации, болезненно. Им время эксперимента – это критический порог. Они не имеют права, ну как бы, вот представьте, начинается какой-то зарубежный тендер у кого-нибудь, у какой-нибудь страны X. Приходит 5 компаний, вот им надо продукт собрать быстрее, чем А, а остальные, чтобы у него качество не страдало, если они и практически четверть или более людей прям берет и налегает, чтобы просто заставить то, что уже есть работать. А потом ML-инженеры дотюнивают качество. Это больно. Поэтому как бы было принято странное решение уменьшить то, что 50 человек занимаются тем, что саппортят каждожды из слоев, поддерживают кучу платформ. Что сделали? И второй болезненный момент – это технологический зоопарк. Если посмотреть на объем технологий, который там есть, он там, начиная от фреймворка в библиотеке на плюсах питоне, он очень большой, дорогой, опасный. А делать так в большой компании, ну, наверное, можно. Да вы, маленькая команда из, не знаю, из 10 инженеров, так больно. Что люди сделали? Ой, он не кликает. Сделали очень хитро. Сказали, что у нас есть ML-фреймворк. Не-не-не, не написали ML-фреймворк, а сделали абстракцию, ML-фреймворк. Аккуратно все, что было связано с каждой из платформ, запаковали в плюсовую, либо очень аккуратно запаковали. Потому что, если что, и в дефах для плюсов можно потеряться. В вариативной сборке там космической становится больно. Поэтому они лаконично все платформно-специфичные вещи локализовали. Все, что было общее, они переписали на C++. Но есть маленький момент. Если все это написать на C++, C++ программистов, оно как бы не бесконечность. Логично же? Логичненько. Поэтому что? Правильно. Оставили достаточно много мест кастомизации на питоне. Чтобы просто была возможность быстрый эксперимент поставить и, скажем, вот здесь кастомную бизнес-логику поправить или здесь еще что-то сделать. И это очень оказалось удобно. Кажется, что победили проблемы с технологиями. Отчасти да, отчасти нет. Давайте попробуем. Я говорил, что у них там три минимум-фреймворка машинного обучения есть. Эти три фреймворка должны работать на этом количестве операционных систем, причем Embedded Linux это не тот же Linux, потому что в Embedded Linux есть некоторый набор подстав, который не всегда позволяет запустить оригинально. Дальше. Есть какой-то, обычно в странах бывшего СССР, есть какой-то набор архитектур, который очень любим. Вот кто-нибудь пробовал, скажем, TensorFlow на MIPSE запустить? А вот нет рук, вот это страшно. А вот эти люди реально на MIPSE запускают. TensorFlow сейчас они немножко стали более дружны, и там есть набор костылей. Но все равно запустить на каждую новую платформу долго-дорого опасно. Дальше. Вот все люди говорят, вот я вроде показывал этот списочек, но он чуть-чуть увеличился. Им в саппорт долетает FPGA, потому что машинное обучение на FPGA становится все более интересным для high-frequency трейдеров, и для всех людей, у кого важно укладываться не в миллисекунды, а в наносекунды, и точность. И при этом они готовы чуть-чуть поступиться качественно, потому что им скорость иногда важнее. Скажем, три запроса по 150 миллисекунд, а потом, не знаю, перемножить вероятность, это им приятнее, чем ждать ответ нейронки в 600 миллисекунд. 600 наносекунд. Вот этот чудесный QR-кодик, он ведет как раз на GitHub RockM, чтобы те, кто не нашел, вот лайтовая подсказка. Так, пойдемте дальше. На что заменяли? Неожиданно оказалось, что они сказали, что общий интерфейс для коммуникации с любым фреймворком, который они запихают под внутрь платформы, это первое, общение через OINX. OINX это почти хорошо работающий стандарт, который с некоторыми нюансами, скажем, там есть кропы, но нет слайсов, или есть слайсы, но нет кроп. Ну, короче, особенности есть, работать с ним можно, многие фреймворки его поддерживают. Поэтому они, модели, попросили присылать им по возможности квантованные, потому что не будут проблемы с флаутами и дауглами, потому что когда ты запускаешься на нестандартной платформе, есть ощущение, что даугл или флауты могут спорно работать. Квантование графа, если это возможно, обычно сильно решает эту проблему. Второй момент. OpenCV. OpenCV, как многие думают, это конкретный фреймворк машинного, ну, точнее, не так, конкретный фреймворк инференса машинного обучения. На самом деле нет. Это такой пазл, из которого ты можешь собрать то, что ты хочешь. Поэтому они как бы почти везде его используют, потому что, а, его на риск можно запустить, на мипсе можно запустить, на cfpg подружить можно. Все остальные фреймворки, чтобы поженить, в разумные сроки невозможно. Вот, но, вы сейчас спросите, пацаны, пацаны, покажешь, что у тебя с данными? Да, они смогли чуть ли не вдвое срезать с помощью меня времени. Ну, кажется, чувак, ты просто переписал бетонный C++. Можно сказать это так. А можно сказать, что они очень грамотно убирали косты при перетаскивании данных между большим количеством нейронов, и этим срезали нагрузку. И, по сути, так и было, потому что там очень были продуманные разработчики, и, как бы, если можно, скажем, кто знает, что такое Coupay? А куда? О, хорошо. Рассказываю. Все работали с NumPy. NumPy – это чудесная библиотека для тензоров, а Coupay – это чудесная библиотека тензоров на GPU от компании NVIDIA. Ну и вот. И они сделали прекрасную интеграцию между Coupay-ем. Не они, а компании сделали прекрасную интеграцию, создал тензор в NumPy, дешево откопировал его на Coupay без копирования в Python. Сокращение костов везде – это хорошо. Так, осталась самая последняя проблема, про которую мы будем говорить, в принципе, до конца доклада. А можно ли каким-нибудь образом стоимость поддержки железа специфичного платформы операционной системы мемизировать? а что эксперименты всем хочется ставить? Быстро, качественно, надежно. Ну ладно, иногда там быстро бывает спорным, иногда надежно страдает. здесь мне пришло очень творческое решение. Все, наверное, любят пользоваться Figma. Я уверен, что Figma в дизайне кто-то смотрел. Или у кого-то есть телефон Android или Apple. На них есть чудесные шумодавчики. Если вы думаете, что аудиопоток, как он есть, или видео, или еще что-то передается на сервер, и там это обрабатывается, нет. У нас сейчас наступает эра H-вычислений, то есть вычислений на клиенте. Мы пытаемся загрузить клиент всем возможным фильтрационным и все, что позволит нам сократить и сжать то, что мы передаем по сети максимально. В том числе вычислений не на сервере, а на клиенте. В частности, нейронок или какой-то критической информации. Так, а почему он не кликнулся? Эй, о, появилось. Зашибись. Что такое WebAssembly? С одной стороны, это портативный байт-код, но байт-код не бывает без виртуальной машины, поэтому есть некоторая спецификация того, как работает виртуальная машина, которая очень изолированная, очень удобная, ну ладно, почти удобная, там есть нюансы, как обычно, но тем не менее, она у вас есть в телефонах обязательно, но я все время говорю, что эта история была про бэк-энд местами, а местами про фронт-энд, в чем магия-то? Магия в том, что каждый раз наша виртуальная машина, она изолирована, поэтому на вход и выход она всегда копирует информацию, это ее большой недостаток, который обходится, к сожалению, только на бэк-энде, если вы используете что-то в браузере в веб-ассембле, вы как бы попали на честное копирование информации. Почему это решение хорошо? Потому что практически весь веб-ассембле, он может быть похож на лист, если вы любите текстовую вариацию, он может быть похож на бинарный код, и этим он хорош, потому что этот бинарный код неожиданно, его не надо скомпилить 12 раз под все платформы, его главное скомпилить под виртуальную машину веб-ассембле, и он там запустится без проблем. Предусловие, что машина веб-ассембле поддерживает набор креденшалов, которые надо выполнить, но без этого никуда. У вас и питон-код на интерпретаторе питона не стопроцентно запустится. Дальше. Почти все языки, там есть кое-где звездочки, но плюс-минус, могут тем или иным способом запуститься на веб-ассембле. Я вам больше скажу, даже кобол, я когда полез изучать какие-то языки, я узнал, что кобол может нативно запуститься. Питон не может нативно еще пока запуститься, кобол уже может. Это, конечно, в этот момент у меня был шок, но неважно. Давайте базово разберемся, как это работает. У нас есть чудесный язык C++. Мы берем и компилируем с помощью клэнга и специальные черные магии или не очень черные его mscripten. mscripten, по сути, это набор модулей для клэнга и таргетов специализированных, которые выдает веб-ассембле код, который потом можно запустить в виртуальной машине. меня тут должен спросить вопрос. Вот я программирую на языке X, отлично от C++, Rust или того, что компилируют, а что там с перформансом? Я очень решил не отвечать на этот вопрос немножко прямую, потому что объяснение этого займет полтора часа объяснение того, где же там векторизация происходит, потому что код может пережевывать большое количество информации очень быстро. Все, что происходит внутри, оно там прям нативно работает очень быстро, но тот момент, когда вы, короче, хотите быстро откопировать куда-то данные, вы попадаете на то, что вся машина встает немножечко в паузу, потому что вы копируете данные. Вот вход и выход в виртуальной машины это болезненная история, поэтому там сажается в этот момент перформанс. А так, по ссылочке проходите, читаете чудесную статью на Хавре и удивляетесь, как эта штука молниеносно работает, и это очень приятно. Дальше, но вы скажете, Саш, Саш, а вы же код там запускаете, а вы же там обращаетесь, не знаю, до CPU напрямую, допустим, или до GPU, или я там чуть выше говорил про FPG, и как с этим жить? Тут тоже есть вариант, это относительно свежая штука. ВАСИ, что такое ВАСИ? Это WebAssembly System Interface, это как раз такой один из способов, как убежать изоляции, чтобы доступиться до хардвера, причем эта штука очень управляемая, вы можете сказать, нет, не надо запускаться, вот, или доступ до этой вещи у тебя нет. Это высокоизолируемая штука, а с другой стороны, нет, ты можешь снять всю изоляцию, и это будет работать хорошо. Давайте попробуем это наглядно рассмотреть. Вот у нас есть некоторая виртуальная машина, она работает с нативным кодом, у нас есть некоторый хардвер. И вот WebAssembly находится как раз таки вот тут. Это некоторый коннектор между линуксом и хардвером, чтобы работать с этим плюс-минус напрямую. У меня также есть красивый QR-кодик, который позволит, так сказать, почитать расширенное описание, потому что, к сожалению, мне тут не давно рассказали, что доклад нельзя 3 часа вести. А про всякие штуки хочется рассказать. Я могу, да? Ну, кивните как-то там, да? Ну, ладно, я так визуально вижу, что кто-то кивнул. Продолжаем про WebAssembly. WebAssembly бывает в двух местах. Это блин. Он бывает в браузере. Это практически у всех есть. И он, самое важное, бывает на бэкэнде. бэкэнде это прям виртуальная машина. Их много виртуальных машин. Есть ATV8, которые понятные разрабатываются людьми. А есть как бы экстремалы, которые написали свои имплементации. К сожалению, тестирование под это еще пока не предусмотрели сертификацию, но очень хотят. Вот. И каждый из них в чем-то хуже, в чем-то лучше. Кто-то более экспериментальный, кто-то менее экспериментальный. Но этим менее существует и есть. Так вот. Давайте мы вспомним немножко вот эту страшную картинку. Попробуем вспомнить. Вот это на Вася и в WebAssembly перейдет идеально. Нет проблем. Ну, там нативный код сами написали и в дев порасставляли и все прекрасно. Дальше. Тут уже начинается некоторый набор трюков. OpenCV, к сожалению, в полный оригинальный собрать невозможно. Его надо подобрать. Какое количество искусства подбора. К сожалению, я один раз этим полтора дня занимался, но тем не менее смог OpenCV. Теперь я, слава богу, знаю, как это делать, но это болезненная история. С питоном чуть хитрее. Блин. Питонная бизнес-логика. Питон, как я раньше говорил, мы можем взять плюсовый код и компилить его, но а что нам делать со скриптом написан на питоне? К сожалению, есть хаки. Мы можем попробовать пойти и скомпилировать питон в веб-ассембле. К сожалению, без переписывания питон-кода не получится. А мы, как говорили раньше, эксперименты хотим быстро ставить. Мы не хотим, чтобы это было болезненное переписывание кода. А вот, кстати, у всех же в коде есть операционная система такая, делай то-то, или платформа такая, делай то-то. Вот, к сожалению, этого кода бывает очень много в проекте. Я хочу, чтобы его было поменьше. Поэтому, если вы думаете, что первый вариант скомпилировать напрямую хорошее решение, нет, это плохое решение. Дальше все очень понятно. MicroPython маленький, компактный, почти легко компилируется. RustPython компилируется, но есть нюанс, он местами не совместим с нативными модулями, а так как нам нативные модули нужны для половины нашей бизнес-логики, то, простите, это плохой вариант для нас. И CPython с версией 3.1 идеально, без проблем собирается, компилируется в WebAssembler. После чего, когда у вас в виртуальной машине есть интерпретарь от питона, вы можете в WebAssembler подкинуть скрипт и ваш код почти выполнится. При условии, что вы соблюли разные интересные правила. Кажется, что уже пора заканчивать и уже все устали. Я так много долго упорно рассказываю про то, как запустить чудесное машинное обучение в WebAssembler, в частности на бэкэнде, но и без бэкэнда это тоже возможно. Но, если я не покажу финально, как собирается любое приложение, то мне скажут, что история будет неполной. Так вот, есть хардвер, есть операционная система, все прекрасно на этом уровне. У нас есть сеть, с сетью тоже все прекрасно. Ее как-то нативно, не нативно можно подержать. О, знакомые лица в кадре. Хорошо. Дальше, Storage. Это некоторая абстракция, где происходит накачивание данных. По сути, он нужен для того, чтобы виртуальная машина WebAssembler напрямую не ходила на операционную систему, а все держала на файловую систему, чтобы все держалось в памяти. Дальше, надо поддержать наши ВАСИ-модули и все нативные интерфейсы. Затем, запустить выбранную вами виртуальную машину V8. Мне пока нравится ВАСМ-тайм, и у меня есть ВАМП. Мне ВАМП даже местами больше нравится. Но он чуть медленнее. Там есть некоторые нюансы, связанные с тем, джетуются код, не джетуются код, а есть эксперименты с джетами. Я просто люблю джеты. Дальше, после этого в WebAssembler в машине надо рассказать про какой-то набор кастомных интерфейсов, которые нужны только вам. Скажем, для работы с сетью или для работы со сториджем слэш-диском или слэш-что-нибудь. Дальше, у вас есть ваш аппликейшн, с которым вы, так сказать, пошли, собрали его в плюсовый код и с ним живете, работаете. Дальше, помните, я рассказывал, что вообще там есть немножко питона внутри для эксперимента. Надо собрать интерпретатор правильным способом или взять CPython, который с 3.11 версией работает хорошо. Дальше, все модули, которые есть, надо что? Правильно. Не нативный код надеется, что заработает, а пойти откомпилировать в WebAssembler. То есть, если что, NumPy, моя любимая библиотека и самая простая, идеально собирается в ВАС. Она прям, да-да, у меня тоже таймер есть. Ну что, если я не буду на таймер смотреть каждые пару минут, я этот доклад буду часа 2 рассказывать. Так вот, откомпилировать его легко, почти все остальное с каким-то набором хаков можно подпилить или пересобрать. В принципе, это не очень сложно и ваш C++ инженер или просто инженер с этим, в принципе, справится. Там док-простая, читается за полвечера, на следующий день начинается делать и за неделю он точно в вашем модуле портирует, не проблема. Дальше. После того, как мы сделали все подготовительные штуки, мы можем пойти запустить какой-нибудь кастомный скриптик внутри вот этой всего аппликейшена. И самое важное, вот это все является переносимой частью. Ну, по крайней мере, то, что в зеленой рамочке. После этого вам не надо думать, что ваша бизнес-логика, она как бы, скажем, только на МИПСе работает или на x86 с FPG, или на ARMY с FPG и KUDOI. В этот момент вы покидаете вот эту зону, когда вам надо 20 человек, чтобы пошли этим заниматься, чтобы портировать ее на N новых архитектур, на N других вещей с большим количеством векторов кастомизации. Вот. Как я обещал, это финальный. Как вы думаете, заплатили ли мы что-то за то, что перенесли половину кода в вас? Да, заплатили. Мы заплатили скоростью. Это еще очень усредненные цифры после 1000 перезапусков. Я, наверное, забыл это на старте сказать, но как бы вот этот бейзлайн, который был самый первый, он такой, какой он есть. До улучшения все. То, когда все переписали на C++, стало явно лучше. Но, когда мы начали засовывать это частично все в веб-ассембли, все относительно хорошо. И пока мы пишем на C++, запускаем веб-ассембли и ничего не копируем на входе и выходе, все работает очень быстро. Как только мы покидаем веб-ассембли, для того, чтобы результат вернуть, скорость, к сожалению, падает, мы вычищаем все процессорные кыши, становится больно. Давайте попробуем рассказать, у кого из больших компаний это есть. У Гугла уже есть. Когда вы пользуетесь Google Meet, вы используете, если что, куски машинного обучения, запускаемые у вас на телефоне. Дальше. Когда вы пользуетесь чудесными приложениями Apple, не в области машинного обучения, а, скажем, вот Face Detection, ладно, там есть машинное обучение прямо в клиенте, но часть криптографии тоже работает на клиенте, и тоже она работает в изолированных машинах, аналогичных немножко веб-ассембли. Фигма. Фигма прикольна, тема ровная, что ее веб-ассембли, модули работают как в браузере, так и когда он стоит прямо у вас на машине. Они одинаковые, не больно работать, все приятно. Страйп. Страйп тоже использует веб-ассембли, когда вы запускаете его сайт. В частности, судя по тому, что они делают, у меня есть подозрение, что там что-то работает с криптографией, но туда влезть сложно, они очень умные, хитрые и сегментируют рынок. Я все это, честно, достаю из открытых источников, вот, мои лапки чисты. Выводы. Веб-ассембли в той или иной мере придет к нам. Веб-ассембли достаточно быстро, чтобы в него затаскивать и исполнять код. А в васе хороший способ, чтобы избежать из песочницы. Не единственный, но достаточно хороший. Вот. И, в принципе, это интересное решение, когда вам надо написать кроссплатформенный код и вам не хочется положить на это 50 тысяч человек и часов. Дальше. Прошу прощения, я сегодня ночью заболел. Дальше. Мы, как я и говорил, мы с другом договорились, что я ему помогаю бесплатно, советами, показами, пруфами, пруф-концептами и вот этим всем. А мы, с другой стороны, это будем выкладывать в open source. Вот все, что касается сториджа и виртуальной машины, мы будем честно выкладывать в open source. Со временем у нас там не висит какое-то количество полреквестов, которые мы потихоньку вмердживаем. Я надеюсь, что скоро станет все сильно лучше. Я там, не знаю, в отпуск хожу еще один. Правда, это будет уже второй отпуск за 10 лет. Наверное, тогда у меня действительно выгорание началось, если я хожу во второй отпуск за 10 лет. У меня, мои личные контакты, если кто-то застесняется меня спросить прямо здесь, сейчас, поэтому спасибо. Давайте попробуем поговорить. Спасибо. У кого есть вопросы? Пожалуйста. Спасибо за доклад. Насколько я помню, в WebAssembly был пропозал, там что-то с тредами связано и шартера и буфером. Получается, если его примут, то накладные расходы по поводу копирования данных туда-сюда, они уменьшатся и скорость еще больше будет. Все правильно. Пропозал есть. Там у многих виртуальных машин есть флажочек «Собери меня, пожалуйста», шарит, там шарит он, кажется, он называется почти везде. И этот пропозал у каждого немножко по-разному заимплеменчен. Вот видите, я уложился в тайм-слот, я молодец. Вот. Есть надежда, я очень хочу, потому что есть места, где я готов потерять изоляцию. Скажем, на бэкэнде, где у меня вот мой бэкэнд находится, или управляемый мной бэкэнд, я готов, наверное, потерять изоляцию в обмен на скорость. Потому что скорость при копировании, ну то есть вот самая болезненная история, по сети видеопоток мы его там нарезаем и нам надо это откопировать. Даже если мы туда сокет чудесным образом через Васи прокидываем, там все равно есть копирование на буферах, оно все равно болезненное. Этот пропозор должен это немножко уменьшить. Да, у меня еще вопрос есть, очень понятно. очень интересно, ничего не понятно, вот. Но это хотя бы правда. Но такое, такой вопрос. По поводу вставки питона, а зачем все-таки было вставлять питон, почему бы просто биндинги не написать? Если хочешь что-то потестировать, можно же с помощью биндингов это делать, не обязательно что-то вставлять. там раньше был пример, что мы все, ну там все делали не через биндинги, а через эмбейдинг интерпретатора. Это сложно же, нет? Нет, это не сложно. Ну то есть просто, короче, по сути, те примеры, которые там были через cipayton или там Rust Python, ну. Проблема, давай так, есть короткий ответ и длинный. Короткий ответ, людям иногда надо ставить быстрый эксперимент и ждать полтора дня плюсовика, который напишет код, потом еще день, чтобы его отревьюили и замерзли, может быть долговато. Вот когда тебе хочется, ну вот быстренько проверить эксперимент и ты знаешь, что после того, как эксперимент пройдет, его отдать дальше в проб, вот это хорошая история, это хороший бейслайн, скорость быстрая, хорошая. Нет, это понятно, вот просто на примере есть же QT, ну вот вор всем известный, есть PQT, биндинги как бы, и по сути, тебе не нужно знать QT, тебе не нужно знать C++. Смотри, есть магия, в одном случае ты в Python заворачиваешь C++, а при эмбейтинге интерпретатора ты в C++ заворачиваешь Python, слои по-разному находишься. Ну то есть по-другому нельзя было никак сделать. Когда у тебя большая сложная платформа на плюсах написано, строить интерпретатор Python проще. Окей, и еще такой вопрос, все-таки, насколько я понял, там много ML и много всяких спецификаций, типа инструкции, AVX там, или неона какого-нибудь по DRM. и все правильно. Он долго не заводился. Как все-таки это через Вася обходится, получается? Вася позволяет как раз таки, во-первых, веб-ассембле машины, они достаточно умные и современные, потому что это относительно свежий код, и они знают про всякие хитрые штуки, с одной стороны, а с другой стороны, Вася позволяет инфраструктурно до этого доступиться. И вот последний вопрос, соответственно. Не, можно много Если бы нам не пришлось бы встраивать питон вот в ML Framework, достаточно ли было кросс-компиляции или все-таки ее недостаточно? если нет питона, кросс-компиляции, и там проблем тупо меньше. Окей. То есть там и там скорость меньше упадет. То есть я показываю сильно плохие графики, потому что там скорость лучше, чем у бейзлайна, но хуже как раз-таки питон, там в тот момент, когда ты заходишь, интерпретатор сам относительно быстро начинает работать, ну, с некоторыми оговорками. Проблема в том, что там код исполняется. Вот если питон выковырить, надо было еще график добавить, когда вообще там есть график, когда еще лучше начинает все работать. Он прям, я могу на нот-дву доступиться, потом показать просто. А, кстати, это же у вас в компании был доклад о том, что за 900 наносекунд у вас нейронки отрабатывать или нет? Возможно, но я... Ну, окей. Не, мне не очень понравился этот доклад на Хайлоде. Ну, короче, вот прям огонь был доклад. Так. Спасибо за доклад. Ты скольще упомянул Купайтон, а есть же Джакс еще от Гугла. Неужели он так плох? Они все плохи, на самом деле. Проблема в том, что в целом, в целом, вот микропайтон и Сипайтон, они почти вот братья-близнецы, и за счет этого там нет проблемы с нативными модулями. Вот ты посмотришь на Rust Python, он прекрасен всем. Кроме нормальной работы с FFM, работы с нативными модулями, простите, у меня их много, нельзя из инфраструктуры взять и выкинуть нативные модули. Половина машинного обучения на нативных модулях нельзя просто взять и выкинуть. Это больно. Ну, у Джакса же есть машины процессорные инструкции, которые позволят просто в одну кнопочку и все запустить, все быстро. Ну, вот как бы, как только это будет совместимо со всеми модулями, которые используются в продакшене. Ладно, не у всего мира, а хотя бы у меня, а их у меня очень мало. У меня NumPy, Kupy, PyKuda и еще там с пяток. У меня реально пятка полтора было их. Будет работать? Вот сразу перейдем на это. Проблема в том, что не работает оно так честно, как хочется. Мне очень хочется, чтобы Python, как, я не помню, кажется, Григорий Букно говорил, что Python это best second language в любой нише. Вот кажется, что эта формулировка все еще право в диво.